Всё так? Плюс. Марк Нуждин, в нашей студии Максим Кузахметов, петербургский историк. Максим, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, Марк. Ну и, как всегда, краткое содержание предыдущих серий. Для тех, кто в курсе того, что здесь происходит, небольшое напоминание, а для тех, кто вообще не в курсе, будет новая полезная информация о том, что вся серия программ наших посвящена Дому Романовых. Хотя в последних программах так получается, что они уже находятся не на сцене происходящего, а на галёрке. Где-то в зрительном зале, во всяком случае, они ещё присутствуют на нашем этапе российской истории. И последний раз мы рассказывали о том, что происходило на Западном фронте Первой мировой войны в последнюю кампанию, в которой ещё принимала участие Российская империя. Ну вот, 17-й год на Западном фронте подошёл к концу, но на Восточном фронте всё-таки существует ещё такой короткий и не очень заметный не специалистам эпизод, когда большевики уже совершили свой переворот. Ещё не совершили, но вот-вот были. Просто мы не прерывали повествование. Это октябрь 1917 года, да, всё верно. Но ключевые события немножечко до переворота разыгрались. Это просто последнее сражение Первой мировой войны, в котором принимала участие российская армия, уже не императорская получается, да, и флот, но ещё не советская. Ну, советская там практически не принимала участия вообще, потому что там сразу декрет о мире, сразу вот это вот всё. Но этого мы пока не касались. Ну, просто Первая мировая война продолжалась, а советская армия уже была, просто капитулировала перед Кайзеровской Германией, занимаясь больше гражданской войной. Ну, 18-й год. Да, потом начинается история Красной Гвардии. Но мы обязательно ещё к этому подойдём. Сейчас давайте приступим, потому что на Западном фронте события масштабные, большие. Ну, вот а что же на Восточном? Ну, здесь, как мы уже рассказывали, просто мы не прерывали вот течение событий, которое в итоге привело к Октябрьскому перевороту, не будем говорить социалистическое, Великое, Ноябрьская революция. Октябрьский переворот, когда большевики захватили власть вооружённым путём, а не путём вовсе выборов, разгласили себя высшей властью и погрузили таких страну в хаос и ужас. Но этому предшествовало последнее сражение, как я уже сказал, которое, может быть, многим известно по фильму «Моанзунд» или по роману «Пикуля». Моанзундское сражение, соответственно, оно часто называется, а в немецкой стереографии это операция «Пион». Это захват островов Балтийского моря и последняя, наверное, уже позорная страница в истории ещё той, получается, не советской армии, но уже заагитированной, насквозь забольшевизированной, что ли, но яркие события, особенно ещё раз повторюсь, с учётом того, что есть двухсерийный фильм, который снимался в перестрочное время, поэтому там как будто бы уже пытались соблюсти какие-то вот правила, что ли, основу цена реальных событий. Но надо было ещё делать какие-то реверансы в сторону основного социалистического прошлого, потому что был ещё один фильм «Палтийская слава 50-х годов», но там абсолютно уже такая агитка. Здесь просто надо тоже объяснить. Конечно же, немцы добились поставленных целей, острова были захвачены, русские солдаты и матросы в основном либо сбегали, либо сдавались в плен. Но в советской стереографии, как ни в чём не бывало, весь этот эпизод подавался как героическое сопротивление революционных матросов, которые своей сознательностью и примиримой решительностью сорвали планы германских империалистов на ускоренных русской буржуазии сорвать Октябрьскую социалистическую революцию. Надо же было как-то объяснить, что же там происходило накануне Октябрьской революции в октябре 1917 года. Ну и там вот как-то всё так само по себе, с мифологией про неё там тоже можем рассказать, когда просто из головы выдумываются какие-то эпизоды без опоры на реальные события. Так вот, ну, наверное, тогда надо для начала пояснить. Маанзунские острова – это современные острова в Балтийском море, которые принадлежат независимой Эстонии. Просто исторически названия у них были немецкие, но и Маанзунт, соответственно, ещё это Зунт-пролив по-немецки. А крупнейший из них, может быть, если кому-то довелось посещать, по-немецки Эзель – это Саарема, наверное, самый известный, очень богатоларитный, если вдруг не все, наверное, легко попасть в территорию Эстонии, из нашего с вами Отечества. Но там, помимо того, что просто сам по себе большой интересный остров, там лучше всего сохранившийся средневековый орденский замк Аренсбург, да, представительской власти он назывался Кингисепп, этот город Акуресаары называется, вот, идеально сохранившийся, с подъёмными мостами, с круговым рвом, он такой, прямоугольной, квадратной формы, с башнями, просто вот не руины какие-то, даже не новодел, а вот идеально, но на острове, правда. Ну так вот, ну и чуть поменьше остров Хиума и остров Муху, и ещё множество более мелких островов. Ну так вот, понятно, что эти острова имели важнейшее стратегическое значение, и там были построены, ну раз уж нет, построили, да, давным-давно замок, на самом юге как раз острова Саарма, но там, понятное дело, были построены и батареи с мощными орудиями уже давным-давно, в самой узкой части пролив между островами и, соответственно, современной Эстонии, да, вот материком, там проходили важные фарватеры, всё это в том числе путь, соответственно, и дальше в Финский залив и к Петрограду, ну понятно, что надо было всё это охранять. Ну там, к северо-западу от этих островов ещё большой архипелаг Аланские острова, который тоже принадлежал Российской империи, ну и с проблемой демилитаризации, но тем не менее, пока всё это находилось под контролем Российской империи, можно было достаточно надёжно контролировать подступы к Петрограду. Ну и там Украинштадт ещё отдельные сооружения. В общем, так сложилось, что Балтийский флот, мы косвенно про него рассказывали, особо активного участия не принимал во всех этих сражениях, ну и немецкий Балтийский море по разным причинам тоже не принимал, вот не было таких грандиозных битв и сражений. Вообще, с российской стороны достаточно эффективно действовала система минных заграждений. Заградили всё минами, ну и обеспечили оборону своих заливов. А вообще, Балтийский флот был достаточно мощный. Там было много кораблей после вот Цусимской катастрофы, когда мы подробно рассказывали, когда Россия вообще лишилась практически всего морского флота, успели в значительной степени восстановить, были построены современные корабли, и в частности, вот в состав Балтийского флота входило, например, восемь линкоров, это главные, да, корабли боевых, линейных, из них четыре дредноута, значит, особо мощные линкоры современные, девять крейсеров, более 59 эсминцев, то есть такая внушительная сила, которая способлена была бы не только для обороны Петрограда, если бы немцы задумали какую-то десантную операцию, но и для прочих активных действий, ну просто вот мы уже в семнадцатом году с этими разагитированными матросами, уже после всех ужасов с расправами матросами, после падения, тоже напомним, на всякий случай, когда принимаются решения организовать главную военную базу, где потеплее, где получше можно себе особняки построить, в Либаве, которые немцы достаточно быстро захватили, но оставался Ревель, Таллинн, Гельсингфоркс, Гельсингфоркс в Хельсинге, соответственно, ну не говоришь про Кронштадте, то есть хватало еще военно-морских баз, корабли более-менее сохранились, и еще раз повторюсь, на этих же островах были построены достаточно мощные береговые батареи, вот на острове Хиева 16 орудий было, и они же там специально соответственным образом готовлены, на острове Сарма 20 орудий, причем крупнейшие из них 300-миллиметровые, 305-миллиметровые, ну там очень рискованно кораблеобразским приближаться, и мы уже рассказывали, вот почему карьера Черчилля чуть не погибла во время Первой мировой войны, когда он был инициатором Дарданеллской операции, что вот надо в пролив Дарданеллы ворваться, дойти до Стамбула, захватить его и вывести Турцию из войны, связать напрямую союзников фонтанку, соответственно, с Россией, и ничего не получилось без участия флота турецкого, потому что береговая артиллерия под командованием немецких офицеров и действия эсминцев, которые успевали выставлять мины, парализовали действия британского флота, но потом высаживали десантер, но ничего не получилось, и Черчилль почти до конца Первой мировой войны, тоже я уже упоминал, командовал батальоном на Западном фронте, как ни в чем бывало, а здесь не просто береговые батареи, которые сторожат этот пролив, а еще и достаточно мощный флот, но вот крупнейшие орудия находились на самом юге острова Саарама, он и есть, тоже южный, из крупнейших островов, длинный такой вот мыс, специально тоже подготовленное, бетонированное, соответственно, готовленное к продолжительной обороне, но если все правильно сделать, на островах там же еще мелководные достаточно многие части залива, Иришского залива, Финский залив, там правда севернее, вокруг островов, то есть близко везде корабли могут подойти, надо знать, а если все еще изменировано, соответственно, все преимущества у обороняющихся, ну и вот, чтобы ничего, только правда почему-то никак не подготовили оборону, вот в том числе и этих батарей, что, кстати, спасло в Турции во время Сарданельского сражения, высадка в Галлиполе на полуострове, потому что там пехота, конечно же, турецкая, защищала после высадки подступы непосредственно к этим артиллерийским береговым батареям, так вот, а здесь вроде бы все уже давным-давно понятно, надо на подходе к батареям, ну мало ли немцев высадить десант, острова достаточно большие, остров Эзельс, Аарема, он больше двух тысяч квадратных километров по площади, так вот, ну все же давно известно выкопать траншеи, установить проволочные заграждения, построить пулеметные гнезда, тем более, что немцы, мы уже знаем, захватили Ригу, мало ли что, все это надо делать, все понятно, просто матрос-то заагитированный уже, там еще гарнизон, конечно же, есть на островах, но они уже просто так делать ничего не будут, это все вот тоже позорная страница последних вот недель российской армии, у них же комитеты свои есть, спасибо, что они всех офицеров еще перебивали и перестреляли, но вот офицеры пытаются как-то объяснить, это же вам нужно, что вот мало ли немцы высадятся, а окопы траншеи нет, путей, которые вот должны быть в земле, конечно, ходов сообщения нет, пулеметные точки не подготовлены, хотя пулеметов хватало, патронов хватало, но матросы совещаются с солдатами, солдаты там тоже совещаются, и уносят там такое решение, хорошо, будем копать, но чтоб 8 рублей а бесплатно не будем, ну, не подготовили, в общем, никак, это сыграло вот как раз зловещую роль, что корабли-то подойти не могли бы к этим батареям, батареи могли бы защищаться, но если суши подходит пехота, то и все, соответственно, а там, кстати, помимо всего прочего, было, в основном, на острове Саар-Эма, а там же еще была целая эскадрилья, 40 самолетов было предусмотрено, но в основном это самолеты разведки для того, чтобы контролировать приближение немецких кайзеровских, соответственно, кораблей, правда, так, когда все уже запущено, только немногим, чем более 20 самолетов могли взлетать, остальные неисправно, но все равно все могло бы пригодиться, ну, можем там тоже забегать вперед, так сказать, не пригодилось, и еще очень важное обстоятельство, я про него потом, правда, отдельно хочу рассказать, там же в Балтийском море действовала целая флотилия британских подводных лодок, вообще очень малый известный эпизод, который не нравился ни большевикам, лишний раз, ну, царское правительство чего уж там бы рассказало, а вот все успехи серьезные на Балтийском море еще до 17-го года в борьбе с кайзерским флотом, почему он не мог активно действовать, это вот британские подводники, которые базировались, это в основном базы на территории современной Финляндии, тоже вот в Турку, Гельсинфоркс, так вот, немцы, конечно, подготовились, вышел приказ кайзера о том, что надо проводить десантную операцию, во-первых, почему? Надо контролировать эти острова, потому что немцы уже всерьез продвинулись по берегу Балтийского моря, я уже сказал, захватили Ригу, надо двигаться дальше на север на территорию Эстонии, но эти острова позволяют со своими гарнизонами, например, высаживать десант в тылу немецких частей, с берега обстреливать, может быть, с берега островов обстреливать побережье континентальное, соответственно, потом, ну, как вообще корабли могут действовать немецкие, если острова находятся в распоряжении до сих пор, пусть даже там это и деморализованный российской армии, но мало ли что, еще минные заграждения, вот тогда-то немцы подготовили операцию под названием Альбион, по высадке десанта было выделено специально 25 тысяч человек на это на все и с помощью военных кораблей, причем у немцев, конечно, не было преимущества, примерно, поровну было кораблей и германских, и российских, у немцев было тоже около 10 линкоров, я сказал, что у российских 9, примерно, столько же крейсеров, примерно, поровну было более полусотни истой с другой стороны эсминцев, ну, еще там, конечно, всякие вспомогательные корабли, но только в Германии дисциплины, понятное дело, все было получше, и вот сама по себе операция началась 12 октября 2017 года, и вот здесь вот эпизоды... А подождите секундочку, давайте мы перед тем, как, собственно, вот ход военных действий будем описывать, дело в том, что вот у нас есть планы сторон, у нас есть баланс сил, и в этот момент я хотел бы напомнить нашим слушателям, что все это происходит исключительно благодаря их помощи и поддержке, потому что если бы не ваше соучастие в наших программах, то, разумеется, вы бы ничего подобного от нас, во всяком случае, не узнали. Пожалуйста, помогайте нам, и в будущем мы расскажем вам еще очень много интересного. Нам действительно важны ваши донаты, поэтому пользуйтесь теми способами, которые написаны в описании программы, любые деньги, которые вы считаете для себя нормальным потратить на покупку утренней газеты, отправляйте нам, и мы будем работать с вашей помощью и участием. Там есть самые разные способы перевода, включая на мобильный телефон, можно просто даже деньги кинуть, поэтому делайте этот проект вместе с нами, мы этому очень рады. И давайте перейдем к тому, что, собственно, ведь десантные операции, они всегда связаны с большими потерями и всегда представляют собой огромную сложность. И поэтому, каждый раз, когда что-то получается, это просто событие достаточно редкое. Транспортные суда самые уязвимые, соответственно, да, подойти к берегу, с берега стреляют. ты абсолютно на виду. Да, еще эти острова, они достаточно лесистые, да, вроде бы корабельная артиллерия может провести предварительную подготовку, но толком ничего не видно, не будет видно, где там среди сосен пулеметные, гнезда, траншеи, другое дело, что их просто не было. Немцы очень рисковали, и тем не менее 12 октября высадка в северо-западной части острова Эзель, Сарима по-эстонски произошла практически без всяких недоразумений. Но вот эти эпизоды из фильма Манзунд 1987 года, они там хорошо все это показано, когда матросы ничего не хотят делать, офицеров не слушаются, говорят, это все вообще, это нас вообще все не касается, нам хорошо на гармошке играть, там как-нибудь само все обойдется, завтракать нам пора, а это вы, господа офицеры, сами и занимаетесь. Легкомыслие потрясающее, хорошо, что там сразу не пристрелили, ну и, конечно, раз немцам удалось без проблем высадиться уже на острове, они начинают очень быстро продвигаться в глубину, причем подготовились, подготовились как, с велосипедами высадились, чтобы быстро-быстро начать перемещение по дорогам, там хорошо развита дорожная сеть, двигаться в том числе и на юг, для того, чтобы взять под контроль вот те береговые батареи, ключевые с 305-мм орудиями, там, правда, у немцев тоже было много недоразумений какого рода, они понесли серьезные потери в кораблях, но больше не потому, что попадания были, да, из береговых батарей или из флота, который должен был, из кораблей флота российского, который должен был оказываться сопротивление, а по всяким другим причинам, когда подрывались на минах или цепляли за мелководье винтами дно, соответственно, выходит из строя установка, но тем не менее, вот, серьезного сопротивления это не получилось оказать, более того, там на острове, там же есть телефонная связь, например, одни матросы береговых батарей сообщают другим братцы, ну, не знаю, каких там они выражениях, там, должны были друг другу все это говорить, всем нам, в общем, конец, немцы высадились, что вот они, должны быть, амба, еще что-нибудь такое, и начинают просто бросать, ну, это уже не матросы, я все матросами там их и называю, но в береговых батареях, там, конечно, это как будто бы военнослужащие пехотные должны были быть, ну, разные там были, но они просто могут бросать эти орудия и уходить, тоже не слушаясь офицеров, будем вот тут еще за вас погибать, толком далеко никто не ушел, в принципе, у немцев даже было предусмотрено, что там Саарама соединяется с более меньшим островым мухом дамбой, что надо как можно быстрее эту дамбу захватить, потому что дальше перебираться на континент уже можно только вплавь на катерях, на кораблях, и если вот контролировать эту переправу, так все никуда и не уплывет, все будет наше. Немцев, соответственно, и у них все это получилось, конечно, когда никто не сопротивляется, ну, как вот позорные страницы, да, родной истории, еще раз повторюсь, это же материалисты наступают, германские, тишкайзеровские, это не какие-то там революционные немецкие солдаты, социалисты, ничего подобного, поэтому вот эта вся агитация большевиков, но я уже рассказывал все это лицемерие, что мы там против войны, конечно, большевиков интересовало в первую очередь только одно, захват власти, а какой ценой, и весь этот позор еще и с капитуляцией, брестским миром, так называем, еще впереди. Здесь я бы помянул двух человек, которые просто тоже удивительным образом занимались командованием, как ни странно, наверное, не главным там командиром, соответственно, был контр-ампериал Георгий Старк, тоже переживший расправы, ружья произошли, но в основном там на береговых базах военно-морского флота, там огромные гарнизоны были, по 100 тысяч человек в сумме находилось, которые тоже готовы были, причем они же не дезертировали, на базе-то хорошо, можно выйти в город, там пограбить, вернуться на базу, электричество есть, веселиться там, матросы, матросы могут пристрелить офицера какого-нибудь домой, никуда не торопиться, все же хорошо, ну так вот, Георгий Старк, один из вот тех, кому довелось прожить достаточно длинную жизнь после всех этих драматических событий, ну там сразу, понятно, что боевой офицер, понятно, что служил, ну у них там и репутация у этих всех, им-то приписывали при советской власти сразу прилагательное белый, но это же потом, может быть, произошло, до 1917 года, как он тут мог быть каким-нибудь белогвардейским, так вот, он впоследствии, вот он командовал сопротивлением на одном из кораблей, не представляю, как объяснял матросам, что надо вот что-то делать, надо вот вести артерийский огонь по вражеским кораблям, ну так вот, просто любопытная судьба, он служил, впоследствии он смог выжить, служил у Колчака, и это был последний командир еще не советского флота, а флота, который оставался под названием российский уже там, на Дальнем Востоке до 1922 года, это вот сибирская флотилия, он умудрился собрать под своим командованием больше 25 кораблей, соответственно, это уже 1922 год, да, там безнадежно было практически все, смог вывезти на этих кораблях 10 тысяч беженцев из Владивостока и сложным путем, потому что японцы не принимали куда, да, отправляешься на кораблях в Тихий океан, а куда, куда тебя встретят, получилось, у России вот своего острова Тайвань, я уж не раз не вспоминал, да, вот какого-то такого своего места, Крым, в итоге он добрался до Филиппин, там продал то, что у него еще оставалось из-за кораблей, из имущества, у него там была даже часть золота, но так вот, почему я про это все еще и рассказываю, особенно в связи с Романовыми, распродав все, что у него было, он деньги поделил между теми, кто с ним оставался, офицеров, в том числе и нижних, чинов, написал подробнейший отчет, а отчет этот отправил Николаю Николаевичу Романову, последнему, как будто бы из командующих, остававшихся в живых, потому что кто еще, императорская армия, да, Николай II к тому времени был уже расстрелян, а Николай Николаевич был еще жив, ну кому еще написать вот о последних вот событиях, последней части российского флота, как вот невеликому князю, ну вот так вот тут Романовы оказались в пределе, и просто после этого Старк еще добрался до Парижа, много лет там работал таксистом, оставил воспоминания, дожил до Второй мировой войны с немцами, отказался сотрудничать, и умер уже после Второй мировой войны в Париже, во Франции. Ну так вот, а здесь возвращаемся, соответственно, на остров Саарема, где батареи без всяческих практически проблем с мощнейшими трехсотмиллиметровыми орудиями переходят под контроль немцев, причем немецкие линкоры боялись близко приближаться, близко подходить к острову, потому что это очень опасно, прямое попадание гигантского снаряда, и все. может быть. Но тут революционные матросы, причем тоже любопытно, революционные матросы соблюдали какой-то даже подробный демократии. Они не то, чтобы там кричат «Полундра, братцы, бегут сдаваться», ничего подобного. Они еще успевают проводить какие-то собрания, у них есть какой-то комитет революционный, так, братцы-матросики, что делать-то будет. Но при советской власти, конечно же, всегда все вот эти неприятные эпизоды надо было сваливать на каких-то анатархистов или на меньшевиков с СССР, что неправда, конечно же. Вот, и здесь комитет принимает решение сдаваться, что ж мы, братцы-матросики, за просто так гибнет, что ли, будет. Нет, сдадимся, да и все. А что тут такого? Вот она, это я возвращаюсь к истории про то, как при советской власти преподавали, что эти сознательные матросы спасли революцию от оба вот эти немецкие империалисты на своих кораблях до Петрограда бы дорвались и сорвали бы Октябрьскую социалистическую революцию. Неправда. Так вот, и здесь вот второй персонаж, это, соответственно, адмирал Бахерев уже, вот он и командовал, собственно, на кораблях всей флотилии, которые еще как-то из тех кораблей, из тех сознательных матросов, которые еще соглашались ходить в море и вести какую-то активную борьбу, там тоже удивительным образом были на некоторых кораблях матросы, которые отказывались вопреки решению Центробалта там, перебить всех офицеров там, да и все, они же прислуги царств, прислужники царств. Ну так вот, Бахерев просто уже понимая, что оставленные батареи, хотел отдать приказ о том, чтобы хотя бы огнем своих корабельных орудий все там уничтожить, ну чтобы немцам не досталось, потому что эти революционные матросы не просто сдались, они ничего не подорвали, эти орудия вот в целом с сохранностью немцам доставались, не вывели их в общем из строя, но тоже и у Бахерева еще не получилось, тоже честный офицер, но вот у него более драматическая судьба его-то большевики успели расстрелять тоже там, чтобы вот его историю рассказать, он остался в Петрограде, в 19-м году его уже арестовали, в 20-м году его уже расстреляли, там небольшой перерыв выпустили, потом снова арестовали, ну а там же при любом недоразумении большевикам же нужны тоже были красный террор, мало ли там, то на Ленина покушение, то у Рицкого убили, ну как вот тут вот царского вице-адмирала Бахерева не расстрелять в отместку, в ответ на это на все, причем у Бахерева была возможность бежать в Финляндию, он отказался, его вот это было унизительно, вот такие были царские командующие, такие были царские адмиралы, ну и здесь получается, что... Спасибо, давайте тут мы тоже сделаем небольшой перерыв, прервемся буквально на полминуты, я напомню нашим слушателям, что эта программа все так плюс, и сегодня у нас речь о том коротком эпизоде осеннем, который все-таки вот прям на грани как-то еще это не все-таки большевистская Россия, но власть уже уходит во время. Далеко не уходите, мы вернемся очень скоро. Здравствуйте, дорогие друзья, я еще раз хочу поблагодарить вас за ту поддержку, которую вы нам оказываете, потому что действительно этот канал существует исключительно на ваши донаты, как нас поддержать, можно узнать там внизу в комментариях, и на самом деле это действительно очень важно, для нас важно слышать и читать ваши слова поддержки, потому что мы продолжаем работать и воспринимайте эту поддержку как просто покупку утренней газеты, потому что наши коллеги действительно стараются делать все, что возможно для того, чтобы каждый день будни рассказывать вам о том, что произошло в России, в Петербурге, и брать интервью у тех людей, которые вам наверняка интересны, поэтому спасибо, что вы нас поддерживаете, спасибо за хорошие слова, которые вы нам пишете, спасибо за критику, она действительно помогает нам стать лучше, потом внизу написано, как нас можно поддержать, это я также снова скажу, что и 20, и 50 рублей для нас важны, просто столько, сколько вы готовы тратить на утреннюю газету, уважая также труд тех, кто делает ее, мы уважаем вас и благодарим, также пишите комментарии, рассказывайте своим знакомым и друзьям об этом видео, об этих программах, потому что на самом деле мы работаем исключительно для вас и спасибо за то, что вы с нами остаетесь, мы тоже с вами, удачи. все так, плюс еще раз всем добрый день, я напомню, эта программа все так плюс и мы продолжаем рассказ о том, что происходило на Балтийском море в тот короткий период, который еще оставался у российской армии до того момента, как в Петрограде съезд Советов принял декрет о мире и большевики поехали договариваться об условиях, в которых они закончат боевые действия в Первой мировой войне. Ну, возвращаясь к этим печальным событиям, Маанзунское сражение, хотя правильнее надо было бы называть, наверное, Маанзунская катастрофа, потому что здесь в течение последующих четырех дней, ну, это к 20 октября завершилось уже все, большие острова, да, только два из них соединены дамбой, между остальными надо перебираться в плавь на кораблях, в мелководье, но немцы за четыре дня взяли полностью под контроль все, не встречая практически никакого сопротивления, позорнейшая получается страница в отечественной истории, те корабли российские, которые не были повреждены, не подорваны, ушли на свои базы в Ревельталин или Гельсинфорг в Хельсинки, а немцы захватили на этих островах 20 тысяч пленных, практически все орудия и береговые крупные вот эти 300-мм вообще в сумме больше 140 орудий, множество пулеметов, без особенных проблем, и вот, ну не могу соответственно не упомянуть, как вот в экранизациях, там, когда мифология там начинает все это сопровождать про революционных матросов, там родилась потом легенда про то, что один из кораблей, где были, конечно же, сознательные матросы для того, чтобы преградить путь через пролив, кто же там разберется, там проливы между островами, ну неважно, там не в том месте корабль, один из кораблей был затоплен, это гром эсминец, вот якобы он был подорван, лег на грунт, и соответственно немецкие корабли пройти не могут, а это все сделал революционный матрос Федор Саманчук, потому что вот, ну сначала реальную историю расскажем, после нескольких попаданий команда этого эсминца вместе с офицером матросом просто бросила его и перебрались на берег на другие корабли, бросили все так, что оставили там карты минных заграждений, например, правда немцы успевали достаточно быстро с помощью своих тральщиков, даже под огнем не сильным и не точным российских кораблей или российских береговых батарей разминировать все подходы, ну так вот, корабль был брошен действительно в одном из проливов, немцы беспрепятственно на него попали, карты захватили, хотели его отбуксировать, но он был уже серьезно поврежден, в итоге его бросили, корабль там затонул, но при советской власти уже вот родилась легенда про такого сознательного матроса, который якобы вернулся и вот еще бросил, как там можно это бросить, в пороховой погреб, в факел вот такой вот специальный и такой мощный взрыв, что его просто выбросило за борт корабля, а потом он вплавь уже до берега добрался и нашли уже в начале 50-х годов дедушку Белоруссии с фамилией Саманчук, Орден Красной Революции ему вручили, а потом еще и целый фильм сняли, Балтийская слава, где вот это все, ну вот, экологизация такой, соответственно, было показано красочно, ярко, талантливые режиссуры, и вот так вот мифы все складываются без какой-либо вообще опоры на реальные события, но сейчас забавно, конечно, было посмотреть этот фильм Балтийская слава, там же, если революционный матросы, они такие с просветленными лицами, всегда должны быть какие-нибудь разнузные, раскресленные, которые, кстати, как они почти всегда на фотографиях, есть вот, очень пытно сравнивать эти картины, когда насупленные матросы, да, такие сознательные, усатые, еще непременно, вот непременно они должны быть с пулеметными лентами, что если и делают, то чисто, чтобы сфотографироваться эффектно, их очень неудобно носить, они же цепляются, перепутываются, в коробочках носят пулеметные ленты в специальных, конечно же, они на себе в самом крайнем случае, ну так вот, а здесь я вот специально дождался, чтобы рассказать отдельно про действия британских подводников в Балтийском море, свой флот британцы не хотели вводить в Балтийское море, во-первых, потому что оказались бы достаточно далеко от своих баз, и непонятно, как действовать, там же узкие достаточно проливы между Данией и Швецией, все это уязвимо, а вот подводные лодки, там, кстати, немцы еще к Кильскому каналу могли перебираться из Балтийского моря в Северное море, ну это в юг от Дании, там, система канала, а англичане-то не могли бы, ну так вот, но зато они в несколько заходов в сумме перевели в Балтийское море 9 подводных лодок, и вот как раз-таки вот этот флот оказался очень эффективным, подводный флот, командовал им Фрессис, кроме британский офицер, очень решительный, и именно британцы потопили еще до 17-го года, ну вот подводя, да, как-то итоги морских сражений, Первой мировой войны, Балтийского моря, немецкий крейсер принц Адальберт, немецкий крейсер Ундина, причем тоже подбираясь рискованно к нему вот в этих, еще эти подводные лодки, это мы их называем подводные, а вообще это были корабли, которые на некоторое время могли погружаться в подводу, долго там они находиться не могли, уже там достаточно хорошо наблюдатели видели издалека перископ, главное оружие это шторпед, но попробуй попади, шторпед там тоже может быть видно, но в общем, как бы там ни было, британские подводники умудрились потопить два крейсера и множество транспортных судов, зачем это англичанам все еще было нужно, потому что немцам не хватало своего сырья, а война же шла на истощение, и чтобы они не закупали его в нейтральной Швеции и не привозили по морю в Германию, по Балтийскому, вот очень полезно, чтобы там действовал флот, а так как русский флот был недостаточно эффективным, то вот немецкие подводные, десятки транспортных кораблей, эти британские подводники затопили, а базы у них были, еще раз повторюсь, где они проходили ремонт и обслуживание, это вот территория современной Финляндии, и судьба вот этого подводного флота, вот вы уже упомянули, да, там впереди этот позорный, называемый, британский мир, а по сути капитуляция, потому что большевики с третьего захода подписывая капитуляцию уже с Казировской Германии весной 1918 года с легкостью согласились все эти британские подводные флотки, конечно же, немцам тоже отдать, не жалко, забирайте, о, беспринципность, но тут вот британские офицеры успели, если я не ошибаюсь, там еще лед стоял, все-таки договориться, чтобы ледокол проделал выход из портов, пока туда немцы не добрались, еще раз повторюсь, на территории Финляндии современной, куда прибыли немецкие пехотные части в итоге морем, так вот, вывести подводные лодки в Балтийское море и затопить их там, но к тому времени их осталось всем, и вот где-то на дне Балтийского моря еще те британские подводные лодки находятся, и любопытна судьба самого этого Фрэнсиса, кроме, он же остался в Петрограде после всех вот этих вот событий в 18-м году, революционных, соответственно, и активно включился, ну тут уж большевики откровенно говорят, он же враг революции, а он действительно был враг социалистической революции, вступил он в активные связи с другими врагами, большевизма, ну и тут вот еще те чекисты, современные, бездарные, коррумпированные, проворовавшиеся, умудрялись таки устраивать интересные операции, ну мы уж рассказывали, даже упоминали, там забегая вперед, как вот Савенкова заманили, когда большевики, не большевики, а чекисты рассказывали за границей, что вот подполье есть, лидера просто не хватает, вот приехал бы Савенков, возглавил бы его и свергли бы большевиков, и он на это купился, а здесь аналогичная история под видом каких-то тоже там связных с Белой Гвардией приходили чекисты, удивительно, да, какие были у Дзержинского креативные сотрудники, очень, кстати, немногочисленные, британское посольство, где был вот этот вот самый, кроме там договариваться о том, чтобы как нам там совместно действовать, ну и соответственно их изобличать. Просто на каком-то этапе большевикам все это надоело в 18-м году, особенно после покушения на Ленина, после убийства Урицкого, они просто штурм решили взять в британское посольство в Петрограде, вот тоже действие, да, вот это вот новая власть, вот это вот решители, не какие-нибудь там церемонии, что там переговоры вести, и вот как раз-таки во время этого штурма, потому что британские офицеры оказались сопротивлением, стреливались, и вот кроме в 18-м году, тогда и был застрелен, это, если я не ошибаюсь, посольство-то находилось около Марсового поля, вот там вот герой-подводник, кстати, если вот еще раз про Романовых упомянуть, его за успешные действия против немецких крейсеров, потопленных чертовы, британцами и своими соотечественниками, еще в 16-м году Николай II, будучи в ранге, будучи в должности, да, императора Всероссийского, хозяина земнерусского, как он у себя в этом время переписи поветил в анкете, он наградил орденами Российской империи этого британского офицера-подводника. Ну и вот, чтобы завершить вообще всю эту историю с флотом, при всем при том хаосе, который творился, там же в Петрограде действовали две организации, одна нам, наверное, хорошо известна, Центробал, потому что большевики достаточно быстро взяли ее под свой контроль, а там же что не структура, то вот выпускает какое-нибудь распоряжение, только наши приказы истинные и правильные, а больше никого не слушаются. Но была еще и другая структура, которая была официально сформирована, называлась Центрфлот, сформирована она была после первого съезда Советов рабочих и крестьянских депутатов, а там большинство было у меньшевиков и СССР, но кто же этот Центрфлот будет лишний раз вспоминать, тем более, что он там еще пытался как-то сотрудничать с Временным правительством, тем более, раз меньшевики и СССР, понятно, что это все контрреволюционеры сплошные, но в итоге, когда большевики пришли к власти окончательно, они просто весь Центрфлот разогнали, и Центрбалт соответственно победил, ну, самый, наверное, известный лидер Центрбалта большевистского, это Петр Дыбенко со всеми своими подвигами, ну, и я уж упоминал, пригодился ли как-нибудь как-нибудь все это в эпоху большого террора, никак, точно так же был, ну, я думаю, такой человек, как Дыбенко, уж просто лично по приказу Сталина расстрелян на всякий случай, мало ли что, ну, и все это еще интересно потому, что где все вообще эти структуры находились удивительным образом, ну, Центрбалт отдельно, вот, Центрфлот, штаб военно-морской, российский, соответственно, другие, и министерства, и структуры, это вот здания Адмиралтейства знаменитые в Петербурге, которые удивительным образом пустуют, ну, будем показывать иллюстрации, соответственно, доберемся и упомянем. Давайте перейдем к картинкам, единственное, что только все-таки вот 20 тысяч человек, когда вы произнесли эту цифру, вот, количество обороняющихся на островах, но обороняющихся громко сказано, находящихся там, в странном состоянии, они все вооруженные, у них все есть, у них даже офицеры еще есть, но вот не хотят, и хотят они защищать ни Родину свою, ни идеалы революции, ничего не хотят, легко готовы сдаваться в плен несознательный совершенно, то есть любое вот энергичное напор там, да, атака, сопротивление сразу даются. Да, но это просто сразу придает объем тому, что мы видим, то есть это не просто какие-то одиночные люди около каких-то одиночных орудий, это масштабная сила, которая могла бы что-то сделать при минимальном желании. Нет, про одиночку вы упомянули, а я же не сказал, что вот этот вот миф про правильного революционного матроса, который подорвал корабль гром, что он там еще, и, кстати, по-моему, это фильм, вошел в этот эпизод, что он в одиночку умудрился с этого корабля еще выпустить торпеду по немецкому кораблю, но там, повторюсь, да, логика в том, что немцы рвутся, чтобы сорвать нам Октябрьскую статистическую революцию. Вот одиночка на корабль подорвет, чтобы тот перегородил торпеду, успеет выпустить. В мифологии все есть, в реальности просто ничего не было. Да, ну, прям Рэмбо такой, да? Ну, да, давайте мы перейдем к 50-х годов. Перейдем к иллюстрациям. Единственное, что только я перед этим еще раз напомню, что нам очень важна ваша помощь, поэтому смотрите в описании программы, каким образом вы можете принять участие в ее создании. Способы самые разные, включая перевод денег на мобильный телефон, суммы тоже могут быть самые разные, сколько вы считаете возможным потратить на исторический журнал или ежедневную газету, отправляйте нам, этим вы поможете выходу дальнейших передач. Ну, а сейчас, сейчас давайте посмотрим вот на всех этих замечательных людей и первым у нас появляется как раз прекрасный мужчина в флотской форме Михаил Бахерев, один из тех, кто командовал на МОН. Но он вообще он был главным вице-адмирал Бахерев и был тем человеком, которому все должны были бы в идеале подчиняться. Там все равно была у них сложная, запутанная структура в общем распоряжении и между собой, конечно, они будут договариваться этим революционным матросом вообще еще всего удобнее говорить. Вот нам пока Центробал не скажет, вообще ничего делать не будет. И окопы копать будем только за деньги. Ну, вот, честный человек, ну, вот его большевики-то в 20-м году и расстреляли по обвинению в том, что, конечно же, он контрреволюционер, а он никакой связи не имел с белым движением, он-то вообще никуда из Петрограда не выезжал, был там арестован, потом отпущен, потом снова арестован, но не помешал большевикам в рамках своего красного террора этого немолодого человека без всякого обвинения серьезного, без доказательства просто взять и расстрелять. Ну, и еще один важный штрих, да, это вот то, что вы упомянули, это то, что человек имел возможность покинуть страну, но этого не сделал. если уж немецкие кайзеровские империалистические корабли не прорвались к революционному Кронштадту и Петрограду, то как раз-таки Бахерев этим и занимался, но не зачелось ему, потому что там ему, там, такие люди, как Ленин, они же там сразу расстреляют все, 100 человек расстреляют, 200 расстреляют, там, очень полюбили, числительные, потом при Сталине, как мы знаем, там, уже все эти обязательства, там, могли на тысячи идти, повышенные обязательства разоблачить врагов народа писками, там, да, ужас, но весь этот мрак еще впереди. Давайте перейдем к человеку, который из страны уехал и этим спас свою жизнь, это еще один командующий, адмирал Георгий Старк. Ну, вот он там командовал одним из кораблей, непосредственно принимал участие в том, чтобы оказывать активное сопротивление с группой вот каких-то последних меняемых матросов, но я просто уже рассказал, потому что у него интересная судьба, он прожил длинную жизнь, вот он действительно оказался в белом движении, и он, Старк, оказался последним командующим уже после всех событий, уже даже после завершения Гражданской войны и командовал последними кораблями еще вот не советского, а российского флота, и еще умудрился написать отчет Романову Николаю Николаевичу, потому что больше некуда. Толчака расстреляли, которого он признавал командующим там, на Дальнем Востоке, Николая II расстреляли, подробно отчитался, куда и как он дел вырученные деньги, и дальше пошел таксистом работать. Вот такая судьба честного человека, иммигранта. Да, опять же, интересно проследить за судьбой человека, который деньгами этими обладал, распорядился, отчитался, и потом не стал миллионером, как и сам. Следующий наш герой тоже в военной форме, но уже с советскими артинами, крайне волевой. Да, да, ну, этот прямо, знаете, по сравнению с ним, царские адмиралы, просто какие-то, ну, дедушки, что ли, а тут прям настолько все брутально. Это как раз Дебен. Да, вот такой, он действительно был такой крепкого телосложения, серьезный такой, вот, ну, это, наверное, важно было для революционных матросов, чтобы во главе них стоял такой с кулаком, таким решительный человек, а то как же там еще революционную дисциплину наводить, Петр Дебенко, который, ну, это там уже в истории не Маланзунского сражения, да, от центра Балта, который разогнал всякий там центрфлот, решительно встал на сторону большевиков, у нас в Петербурге до сих пор улица Дебенко, просто после того, как Сталин расстрелял этого верного Ленинца Петра Дебенко, потом уже, после разоблачения какой-то личности Сталина, конечно же, Дебенко был реабилитирован, он, ну, в 38-м году, он, конечно, был невидный, оболганный жертвой, это точно, дела все были сфабрикованы, какой из него там антисоветчик, да, или, они же там все подписывали признание в том, что работали на западной разведке и по заданию, там, да, кого хочешь, все подписываются, это все неправда, но он не яркий, светлый идеалист и революционер, поэтому проспект из станции Петро, Дебенко в нашем родном Петербурге это недоразумение, надеюсь, не на века, не бог весть, какие заслуги у этого человека, если кому-то разогнать, расстрелять, запой уйти, ну, тут там он мог бы поспорить, были и другие революционные матросы и командиры с другими, ну, отдельная там история, может, еще там даже кого-то упомянем, кто-то еще жив в своих событиях и подвигах, это там будет, еще в начале 18-го года, просто пока Николай II жив, у нас и повествование продолжает, соответственно. Ну, вот, товарищ, запомним за полевой взгляд, потому что, наверное, будет постановочная фотография, это уже вот как раз 20-е годы, победители, тебя чествуют, приходишь там то к пионерам, то к мансомольцам, рассказываешь, как ты там громил эту продажную буржуазию, ну, теперь тоже знаю. Ну, у тех, что Адмиралов, это тоже же фотографии, которые не фотографов обловил, то есть они все позируют в той или иной степени. Интересно. У всех сохраненных установочных фотографий не все вот ходили в фотоателье. Керенский очень любил, заботился, и художественные портреты еще остались. Иногда бывает трудно найти, вроде очень известного человека, трудно найти какую-нибудь лучшую фотокарточку. Да и большие иные не берегли, будут они там еще сохранять всех этих царствах. Это точно. У нас еще один человек в военной форме, это как раз командующий дивизионом подводных лодок в Френсис Проми. Да, человек легендарный. Вот у него вид, наверное, не брутальный, не производит впечатление такого ордатого с такими кулачищами, а вот кто очень решительный. Еще раз повторюсь, вот подводные лодки той эпохи, это было такое страшное сооружение, липкое, где можно было либо задохнуться, либо замерзнуть, либо наоборот от температуры перегреться, все ненадежное, и тем не менее умудрялся производить атаки на боевые корабли, ну и на транспорты, соответственно, тоже, а когда пришли за ним большевики, так еще и отстреливаться. Вот это точно решительный человек, малоизвестный, но если уж достижения какие и были в борьбе с кайзеровским германским флотом на Балтийском море в эпоху Первой мировой войны, то вот у принцесса кроме заслуги безусловно. Да, подводные лодки того времени где-то попалось в хорошее определение скорее ныряющие корабли, чем какие-то... Ныряющие, да, да и даже во время Второй мировой войны вот так вот, что там они месяц под водой такого невозможно все время было подниматься, просто уже, конечно, гораздо дольше могли находиться в подводном положении, но погружаясь, а потом надо всплывать, иначе никак. Эх, у меня, к сожалению, не открывается картинка с вот этими самыми дорогими матросами нашими. Ну, жалко, в следующий раз покажем, мы доберемся, еще будет у нас повод показать настоящих революционных матросов и сравнить с каноническими образами, которые мы видели с детства на картинах, да, со знатными, усатыми, без козырках и с пулеметными лентами. И вот теми, которые на реальных фотографиях, когда размузданы, расхристаны, фуражка, ну, пускозырка там где-то на затылке у них, братца матросики и сигаретка вот так вот где-нибудь в углу рта там. Вот это да. Вот это были настоящие революционные силы. Ну, тогда надо показать. Я постараюсь, я постараюсь сейчас все-таки ее показать еще раз, потому что она не открывается на одном компьютере, а вот на моем открылась нормально. Значит, что-то произошло, по дороге. Сейчас мы это все-таки изменим, и я очень хочу, чтобы вы это увидели, потому что особенно это резкий контраст в сравнении с англичанином, которого мы только что видели. Ну, тут офицер, я вот не уверен, может, ареста, так и рад потомственный. У него же другое все. Да, вот это... Вспоминали, царский адмирал считал унизительным побег, например, или, как мы рассказывали, люди считали унизительным переодеваться в солдатскую форму, если ты офицер, ну, чтобы спастись. Керенский вот небесный. Ну, вот, и соответственно, соответствующий флаг. Смерть буржуя. Что еще надо? Не то, чтобы там фабрики рабочих, земля крестьян. Смерть. Причем, это же очень удобно буржуазию-то расстреливать. Безответную, безотказную. От нее же все зло. От этой абстрактной буржуазии, вот как Карл Маркс придумал свою эту безумную теорию про классовую борьбу, Ленин ее развил, много там всего привнес лично уже от себя усовершенствовал и потом 70 лет нам все это преподавали научный коммунизм, да, все вот эти теории. Потом и эти люди, которые преподавали научный коммунизм, оказывались в Петербурге руководителями законодательного собрания, да, вот человек Макар, например. Да, и потом вдруг становились православными и снова все красиво рассказывали. О, сила какая единственная верная. Ну, вот эти революционные матросы явно так не погружались, не знаю, чтобы им там преподавали в научном коммунизме, но лозунг «Смерть буржуям» им явно нравился, и лица, конечно, не очень одухотворенные. Чего? Флаг красивый. Да, простой и понятный, да, и лозунги соответствующие. И идем дальше. У нас еще обязательно и традиционно место в Петербурге, которое можно посмотреть и которое связано с темой нашего сегодняшнего рассказа. Ну, связано с темой непосредственно, потому что верховное командование российского императорского флота, потом вход временного правительства, при временном правительстве, все было в одном здании, знаменитое здание Адмиралтейства. Когда-то там были верфи, строили корабли, но в 19 веке верфи там прекратились существование, там даже со стороны Невы построили жилые дома, красивые, а, собственно, вот этот комплекс большой, очень длинный, такой вот шкачатый буквы «П», там при советской власти размещалось военно-морское училище, Дзержинского, да, потому что почему-то штаб военно-морского флота, министерство или центрфлот, все логично, там же и должно было бы находиться, все они это здание освободили, военно-морской штаб, конечно же, в Москве при советской власти находился, тут всегда адмиралы все красиво объяснят, почему не рядом с Мурманском, почему не рядом с Владивостоком, где и логично было бы, но советские адмиралы и постсоветские, и российские все равно объясняют, что даже просто я почему вспоминаю, это здание сейчас пустует невероятным образом, оно уже много лет как освобождено для того, чтобы адмиралы из Москвы сюда все-таки перебрались, ну хотя бы к Балтийскому морю-то, поближе, а не к Москве, которая, как мы знаем, город, семей, морей, но это все только красиво, нет, не перебрались, нашли, объяснили, пострадает там обороноспособность все на свете, как хорошо вот адмиралам всем в Москве, ну и вот такое прекрасное здание, будете проходить мимо, на сегодняшний день, вот когда наши программы выходят в эфир, можно только ходить и удивляться, и вот такое огромное здание в центре города, не галереи, не штаб, и уже давным-давно даже не военно-морское училище, а просто вот такая гигантская, красивая, как мои дети говорят, заброшка. Да, вот это на самом деле удивительно, что даже при нынешнем развитии телекоммуникационных технологий оказывается совершенно невозможным удаляться от главного начальника, а то вдруг кто-то опередит. Который имеет демоническую власть над всей страной, который обрекает на смерть десятки тысяч людей по одному только вот распоряжению прихоти которого ужасы происходят в войне против Украины, а адмиралы не слушаются и ничего не происходит и это годами продолжается. Вот такие вот метаморфозы нынешнилась. Но у нас же адмиралы не слушаются в нужную сторону, правильно? Они хотят быть ближе, а не дальше. Для обороноспособности, конечно, они же поближе к Кремлю. Это поважнее для того, чтобы командовать победоносным флотом и красиво рассказывать, почему крейсер с названием Москва был и не стал флагом Черноморского флота. В Москве-то при себе можно всегда к телу объяснить, кто виноват и как дальше жить. Ну, а мы заканчиваем на этой ноте нашу сегодняшнюю программу. Дальше у нас уже пойдет история государства, которая связана с большевиками, но далеко от романов и все равно в любом случае мы не отойдем, потому что именно они и остаются в центре нашего повествования, пускай даже и не напрямую, как вот это было в нашей сегодняшней программе. Петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Муждин. Максим, спасибо большое и до следующего воскресенья. До свидания.